Всем привет, дорогие мои! С вами Кононова Анна и интернет-проект Фоберлик Онлайн. И в этом видео мы со свекровью будем примерять для вас новиночки, все рассказывать и показывать. Итак, смотрите, на мне сейчас платье с укороченным рукавом для женщины, артикул 534-040, цвет лавандовый, размер 52, состав 100% вискоза. Платье мне очень понравилось. Ну, кстати, знаете, оно легко отваривается. У него тут есть поясочек классный. И, конечно, по традиции я потом его ближе для вас покажу. Оно супер. Вот и не просвечивает. Кожа в нем дышит, все легко и комфортно. Дорогие мои, больше меня поддержали все, что, да, на столе нужно снимать, потому что фактуру ткани хочется попробовать. Поэтому поехали. Вот это платье у меня, кстати, заказала мамуля. И вот тут сбоку моя именно мама тоже будет. Посмотрите, как оно на ней смотрится. Смотрится прикольно. Вот. Я, если честно, рада, рада дарить маме такие подарки, потому что моей маме угодить сложно. Тут она прям взяла этот подарочек от меня. Итак, смотрите, рукав тут с таким вот манжетиком идет. Манжетик закрепляется с одной стороны. Вот. Значит, если хочется, можно закрепить и с этой стороны. Отпаривается это платье хорошо. Ткань такая легкая, струящаяся. Вот. Изнаночная сторона таким образом покрашена. Лицевая вот таким. Воротничок тут, видите, такой маленький. Ну, что-то типа стоечки. И можно носить, расстегнуть или вот так вот застегнуть. Получается здорово и классно. Петельки тут вот такие вот. Чем хороши эти петельки, талию можно делать выше, ниже, да, как вам угодно. То есть под любую ростовку может подойти. Что еще тут интересного? Это разрез сбоку, да. Видите, вот такой вот, в принципе, да, немаленький разрезик получается. Получается. И его тоже, кому не нравится, можно зашить. У меня мама сказала, я зашью. Ну, не знаю, не знаю. Да, пуговки тут вот, ну, считайте, такие вот маленькие, аккуратненькие, хорошенькие. Ну, и, в принципе, все особенности на спине. Все ровненько, все хорошо, все швы, все нормально прошито. Все замечательно, все великолепно. Маме же понравилось вот это платье. Да, вот это платье маме понравилось. Оно идет с такими якоречками мелкими. И тоже очень даже натуральное. Мам, как тебе? Очень хорошо, комфортно. Летом вообще хорошо выйти можно в город и не потеть, не... Все хорошо. Все хорошо. Да, тут у обоих платьев такие вот разрезики. У мамы тоже разрезик. Тут вот, и, значит, оно идет с артикулом 534-024, мамы покружить. Цвет темно-синий, размер 52. Состав такой же, 100% вискоза. Вот это платье свекровь оставила себе. Оно точно-точно такое же, как предыдущее, абсолютно из такой же струящейся ткани. И это вот, как вы видите, покраска, да, не напыление сверху, а покраска. Что тоже здорово. Манжеты такие же, все такое же, поэтому долго на нем заострять внимание мы с вами не будем. Единственное, что тут, видите, пуговки не в цвет темно-синяя, а светленькие пуговки. Но они тут не мешаются. Сейчас на мне великолепное укороченное платье. Руках три четверти, обратите внимание, моя любимая длина. И мне очень-очень идет. Мне очень-очень понравилось. Оно, кстати, без карманов. Что у мамы, что у меня, карманов нет. Итак, на мне, значит, платье с укороченным рукавом для женщины. Артикул 533757, размер 52, состав 100% хлопок. Вот это платье, оно мнется больше. А, например, предыдущее платье, оно было из вискоз, оно было такое легкое, струящееся, да. А вот это, оно немножечко грубже, потому что идет 100% хлопок, а не 100% вискоза. Так, это я себе оставила. Это более такая уже грубая хлопковая ткань. Прям замечательно. Такие же манжеты. Вот. Тут уже такой вот воротничок, стоечка, тоже довольно таки грубоватый, будет хорошо стоять. Пуговки черные в ряд. Тоже можно сделать рубашкой, можно прирастегнуть. Вот такие модельки, чем хороши, тем, что они короткие, их можно носить и с джинсами, и со всем. Тут такая вот вставочка интересная, да, вот на это, я думаю, стоит обратить внимание, кто покупать будет. Потому что тут не просто закругление, да, вот таким образом идет, да, как бы закругление, а еще и, еще и вот получается такая вот тут вшита вставочка. У мамы тоже хлопок, да. Вот, на маме сейчас платье с укороченным рукавом для женщины, мама, покружись. Артикул 533-765, цвет фисташковый, размер 52, состав 100% хлопок. Так, дальше побежали. Это платье себе оставила мама. Оно такое же, даже с такой же вставочкой, видите, да, вот это вот, я думаю, важно показать. Пуговки тут такие беленькие, прозрачные, обычные. В общем-то, все хорошо, ничем не отличается от предыдущего. Очень ждала это платье, но, к сожалению, разочарование сильное. Но его можно переделать, и сейчас я вам все расскажу. Ну, во-первых, как вы видите, декольте очень сильно глубокое, прямо сильно-сильно глубокое. Декольте очень качественное кружево, но рукава, как вы видите, впритык. Если девушка будет более длинноногая, чем я, то рукав уже может смотреться вот так вот, да, коротковато. Но это ладно. Вырез все отлично. Кружево, само по себе кружево у этого платья великолепного качества. То есть все великолепно. Вот этот вот верх, он великолепен. С ним все отлично, с ним все замечательно. Что не так? Не так, конечно же, поддевалка. Вы посмотрите, при таком глубоком декольте у меня... Так, сейчас вот стриптиз. Да, у меня вот докуда юбка. Это просто невероятно. Для женщин 52-го размера это недопустимая длина. И при ходьбе, причем, она еще и поднимается. И когда вы ее хотите одернуть, выставляется в груди и бюстгалтер. То есть вот эта вот сама поддевалка нижняя, которая тут вот на таких вот тонких лямочках, она просто слишком маленькая. И если взять любую другую черную поддевалку, у меня, в принципе, их много от других платьев есть. Есть и черные, есть и различные. То тогда это платье будет смотреться великолепно. Сначала вы надеваете ее, а потом вы надеваете это платье сверху. Но до такой степени, вы посмотрите, короткая поддевалка, просвечивает Антон. Да, видно. Да, у меня тут муж за кадром. До такой степени короткая поддевалка, это, конечно, это через черт. Потому что, ну, все равно женщина 52 размера, любая женщина, да, и возраст, если еще тем более 40+, вот как у меня и у мамы, то это уже, ну, не то чтобы неприлично, есть уже свои недостатки, есть еще что-то. И, конечно, в таком платье вы не нагнетесь. Если вы нагнетесь и присядете, полностью будет видно всю попу. То есть она еле-еле закрывает попу, я вам серьезно говорю. Вот столько закрывает, и если даже вот чуть-чуть-чуть-чуть нагнуться, уже все выходит. Поэтому я это платье могу порекомендовать только девушкам, молодым, да. Но если у вас есть такие вот черные поддевалки от каких-то других платьев, то это платье будет просто бомба на вас смотреться. Но будет смотреться хорошо и замечательно, если вы найдете другую поддевалку или, может быть, сошьете себе другую поддевалку. Но с этой только молодым девчонкам или стройным девушкам, да, может и 40+, но стройным куды. Потому что эта поддевалка по мне просто, можно сказать, вширь, это как бы, да, вширь разъехалась и стала вот узенькая, отсюда до сюда. Ну вот считайте, вот у меня, где уже получается вот в этом месте уже ноги заканчиваются, да, то есть, ну, это слишком мало, слишком мало. То есть, в нем садиться только нога на ногу, чтобы ничего видно не было. И, ну, как бы, нет, это не мое. Значит, смотрите, на мне сейчас платье с длинным рукавом для женщины. Вот я обожаю кружево, и я, конечно, расстроилась из-за такой маленькой поддевалочки, я очень расстроилась. Хотя она, знаете, она такая эластичная, мягкая, и по капронным колготкам она кверху едет при ходьбе, да. То есть, вы можете нечаянно оказаться голушом, где-то сзади, где-то в груди, где-то еще. И это тоже, как бы, ну, ходить в платье и знать, что вы можете сесть, но не будете знать, как встать, чтобы это надо было держать, чтобы встать. Ну, в общем, неудобно, девочки, ни в каких параметрах, ну, неудобное платье, поэтому я его не рекомендую. Значит, артикул 533-920, цветом на синий, размер 52, 100% полиэста. Вот это вот неудачное платье, очень жаль его возвращать, у меня на него были большие надежды. Гипюр суперский, гипюр качественный, да, как вы видите, прям все великолепно. Он такой наискос немножечко тянется, все хорошо, очень прошито, да, тут брительки. В принципе, я вот это отрезаю, чтобы сначала надевать под одевалку, а потом само платье. Да, то есть, ну, тут под одевалка, я не знаю, для стриптизерш. Вот, или для более стройных девушек, на которых она, ну, грубо говоря, так сильно не будет натягиваться и будет подлиннее. Да, тут резиночка вставлена такая вот небольшая. В общем, все классно. У кого есть синий-черный под одевалки, будет просто суперски. Нис изделия выполнен в форме таких вот рюшечек. Да, и рукав полностью просвечивает, ну, не сильно, да, как вы видите, это не сильно. Ну, вот прямо очень красивая моделька, прямо очень красивая. Так, карманов нет, ну, и низ изделия, ну, и тут-то моя Алиска побывала, да, и низ изделия тоже выполнен в такой вот форме. А подкладка в виде темно-синий и очень хорошо тянется, такой блестящий темно-синий, красивый. У мамы, у мамы, получается, платье с длинным рукавом для женщины тоже. Артикул 533-928, цвет коричневый, размер 52. Состав 100% полиэстер. Ну, вот такое вот, да, платьишко, в принципе, хорошо, но вот она пытается попу прикрыть, и бюстгальтер видно. Натягиваем на бюстгальтер, видно попу, то есть она слишком короткая, тут не рассчитана вот эта вот модель. Хотя вот само качество кружева, еще сто раз повторюсь и покажу вам его поближе, оно великолепное. Это платье точно-точно такое же, как и предыдущее, абсолютно ничем не отличается, только цветом. Цвет передается один в один, что очень радует. Итак, платье с укороченным рукавом для женщины, артикул 533-749, цвет белый, размер 52, состав 100% хлопок. Легкое, классное, клевое, можно носить с шортами, так же, как и предыдущее платье, можно носить с майкой, с шортами, с джинсами, да, как накидочку. Пояс тоже убирается, тут петельки такие вязаные, их можно обрезать, если их не хочется, и без петель их тоже будет симпатично смотреться. Тут можно побольше застегнуть, можно вообще на одну пуговку застегнуть, с джинсами ходить. Отличный вариант на лето. Легкое, классное, гладится хорошо. Вот тут вот эта эмблемка, ну я не знаю, лишняя она или нет, да нормально. Вышита нитками, она вышита нитками, насквозь прошита, не приклеенная, все хорошо. Хорошо, далее вот этот полосатик, платье-полосатик, я его уже прозвала, у меня такие есть примерно платья-полосатики, и мне не очень нравится. Оно тут с такой же вот вставочкой идет, да, с таким же вот поясом в комплекте, кому не нравится, можете другой пояс сделать, да, пояс наискос такой вот интересный. И ткань не просвечивает, что мне нравится, и вот тут вышита эмблема, да, то есть, так, а это что? Это непонятно что, как будто затяжечка, или мне кажется, да нет, вроде бы. И вот видите, такая вот эмблемка вышита, прошита, получается, насквозь эта эмблемочка, да, то есть хорошенькая. Вот, такие же тут петельки, можно убрать, можно оставить, как хочется. На маме, на маме, получается, платье с укороченным рукавом для женщины, артикул 534-032, мама, повертись, цвет коричневый, размер 52, 100% вискоза. Ну вот, ни мне, ни маме оно не понравилось из-за расцветки, если честно, как-то вот в каталоге, мне кажется, оно смотрелось красивее, и я его почему-то ждала больше всех, если честно. Потому что сейчас такая расцветка, она в самой-самой моде. Мам, тебе как? Ну, не знаю, я не очень люблю это, вот такое сафари. Сафари? Да, да. Да, ну вот, но все-таки там же дышит, как предыдущие вот с икариками, это как сказать, легонькие, это как сказать, тепло, тепло будет хорошо ходить. И на улицу где-то будет, легче не париться вот так, джинсы или что-то, или это как сказать, синтетика какая-то. Ну, хорошо, легко дышит, но по ощущениям классно, да, такие же пара слезы по быкам, но не очень-то оно нравится. Так, вот это платье у нас никто не решил, кто хочет носить, но такой цвет почему-то никому не понравился. Я его тоже примеряла, мама его примеряла, вот, к сожалению, нет. Но оно очень похоже на первое платье, которое было, которое мама у меня забрала. Очень приятная ткань, легкое, суперское, шикарное просто платье. Сейчас на мне платье, скорее всего, оверсайз. Я его тоже очень ждала, потому что люблю кружево. Оно клевое, классное, легкое, натуральное, в нем очень приятно. Сейчас зачитаю аннотацию. Ох, тут какая она длинная. Трикотажное платье с коротким рукавом для женщины, артикул 533-896, цвет черный, размер 52. Ткань верха, 95 хлопок, 5% эластан, отделка из кружева, 100% нейлон. Ага, остальное все не по-русски. Ну, что могу сказать, слишком сильно свободно, да, то есть прямо слишком сильно свободно. Оно и тянется очень хорошо, да, то есть если вот вискозные не тянулись и свободно смотрелись, и по фигуре как-то положились, то вот это платье, я не знаю, дайте мне, пожалуйста, совет. Что-то я не пойму, что к чему, но мне кажется, что мне его надо на размер меньше, да. То есть видите, вот такие вот рукава тут большие, вот оно такое. А, петелька, кстати, отпала, так и было, да. То есть, ну, петелька, ладно, это пришьется, это вообще как бы пояс. Конечно же, можно другой, тут пояс точно такой же, как и вот это все, платье вверх. Кружево отличное качество, хорошее, отпаривается, все хорошо. Ткань не мнущаяся. Ну, кошачьи волосы, конечно, соберет, но не сильно, да. То есть обычная ткань такая, мягкая, приятная. Вот, кружево тоже мягкое, легкое, клевое. Скорее всего, его нужно будет стирать на деликатной стирке, ну, это понятно. Да, то есть вроде бы все красиво, но хочется на размер меньше, потому что слишком сильно оно на мне висит. Я точно не худела. Так, вот это платье. Ну, во-первых, оно соберушка, скажу вам честно. Видите, шерсть, оно собирает только так. Вот, дальше, значит, тут у нас антирастяжечка небольшая идет. А собирает оно не слабо. Видите, прям все-все собрало. Рукавчики тут таким вот образом идут, да. Такие вот прям большие, огромные. Вот. Все очень хорошо. Вот таким образом они прошиты в нескольких местах, чтобы не разгибалось. То есть все как бы великолепно. Кружево тоже нежное, легкое, очень приятное. И, в принципе, к платью вроде бы как никаких нареканий нет. Я бы его даже себе оставила, но оно мне очень сильно велико. Такое ощущение, что пересорт по размерам. Но это мое личное мнение. Может быть, оно и неправильно. Сейчас на мне очень симпатичный комплект. Да, я считаю, неплохой. Это брюки для женщины. Вот сейчас, да. Артикул 534-156. Цвет розовый. Состав 100% вискоза. Такие, знаете, струящиеся. Да, я думаю, видно. Такие прям. Как вам их показать? Вот. И блузка с коротким рукавом для женщины. Артикул 534-132. Цвет розовый. Размер 52. 100% вискоза. Вот оно идет размер в размер. Мне кажется, вот это черное платье, предыдущее с кружевом, это была большемерка. Значит, что тут? Тут можно затянуть, завязать. Вот как, в принципе, у мамы, да, завязано. Можно так оставить, чтобы было свободно. Значит, тут пуговки обычные, простые идут, карманчики, карманчики и брюки обычные с карманом на резиночке. Резиночка очень такая не тугая, не врезается, но и не хлипкая, да. То есть, единственное, что, вот видите, длина нехорошо, длина ноги девушки поосторожнее, сразу примеряйте. Мало ли, чтобы срок возврата не вышел. Мне он нравится, я его себе оставлю, вообще суперский, но он мынущийся. Как даже сказать, вот мы его прям достали, весь-весь-весь он был скомканный в пакете. Но гладится он очень быстро, быстро, легко. И при глажке он, при отпаривании, мы его не гладили, отпаривали, он начинает менять цвет, когда намокнет, отпара. И немножечко мы испугались, думали, а, мы, наверное, испортили вещь. Но как отпаривателем можно вещь испортить? Оно все высохло и все встало на круги своя. Что мне еще нравится? Он как-то, вот знаете, закрывает полностью все недостатки. В нем можно чувствовать себя свободным не только на каблуках, но еще и в кроссовочках. Да, то есть тоже будет хорошо и красиво. Вот этот костюмчик нежный, легкий, струящийся, я оставила себе. Уж очень он мне подошел, уж очень он мне понравился. Очень приятный, яркий цвет. Я такое люблю. Мне такое очень-очень нравится. Я прям вот так, давайте, вам будет получше. Да, вот эти вот утяжечки хорошенькие. Да, можно талию обозначить. Вот кармашки застегиваются, но они тут больше как декор, но не обманы, карманы не обманы. В общем, такая вот кофточка, очень простенько прошита. Вот, везде, кстати, есть вот какие-то пуговки запасные, еще что-то, что тоже очень приятно, да. И тоже такой вот большой, грубо говоря, вырез под рукавчик. И рукав немножечко покатый, и за счет этого ручка как-то вот стройнее смотрится. Далее он немножечко волнистый, если его посмотреть, да, боком, но и зад чуть-чуть длиннее переда. Штаны, ну вот они, смотрите, полежали, да, немножечко помялись. Но когда вы их даже мятой надеваете, они мгновенно выправляются. Такая вот интересная ткань. Брюки мне понравились. Резинка не худая. Ой, не давит. Вот, все хорошо. И низ изделия прямой. Да, тоже все прошито нормально, идеально. Так, и мама у нас идет. Мама, мама. На маме блузка с коротким боковым для женщины. Размер 52, артикул 534, 140, 100% вискоза. И брюки для женщины. Артикул 534, 164, размер 52, 100% вискоза. Твой выход? Ну, для лета очень хорошо. Дышит. Хорошо, комфортно мне. Понравилась она, его оставляет. Его оставляет. А вот единственное, что с Глажкой мама больше всех испугалась. Но, если честно, то тут нечего пугаться. Да, то есть цвет немножко меняет, но тут же встает все на круги своя, и ничего не видно. Да, вот такое выражение. В общем, суперски, оставляю. Это себе мама костюм такой вот оставила. Он точно такой же, как предыдущий. Поэтому не буду на нем сильно заостряться. Но цвет реально приятный. Очень красивый цвет. Клевый и классный цвет. Моему удивлению нет предела. Выпустили такие вот блузки, и вы представляете, ничего под низ не выпустили. То есть нет пододевалок. Я уже достала просто вот свою пододевалку, которую ношу с пиджаками. И маме тоже такую же точно, как вы видите, пододевалочку надела. Да, оно не сочетается цветами, но, к сожалению, выбора другого нет. Показать мне ее вам хотелось. Они клевые, классные, кстати. Качество очень хорошее. Все великолепно, но не продумано. Ну, вы представьте, пойти просто вот тоже взрослой женщине, чтобы все было видно. Чтобы был виден бюстгальтер, все вот эти вот складочки, еще что-то. Но 52 размера, это не тот человек, который может себе позволить ходить в чем-то просвечивающем. Согласны со мной? Вот, поэтому мы, конечно, надели вот такие вот пододевалочки обычные белые. И сверху вот эту вот блузку с коротким рукавом для женщины. Артикул 533-984, размер 52, состав 100% полиэстер. Мне кажется, с белой пододевалкой вот эта, она смотрится очень хорошо. Но вот с этой все же надо коричневую. Да, и так просто. Вот представьте, мама пойдет бюстгальтер наружу, даже если пусть он вот телесного цвета, или пусть он вот коричневого цвета, да. Тем более большая грудь, вы представьте, она так по улице пойдет. В 64 года. Ну, я вот просто это не представляю. Поэтому мне кажется, что это более такая молодежная коллекция. Потому что, ну, как, ну, никак. Или свои пододевалки какие-то надо, да. Вот все вот эти мини-платья, да, которые вот пододевалки мини, да, у кружевных платьев или еще что-то. Но вот как-то что-то с чем-то надо было все равно. В общем, как самостоятельная вещь. Вот для нас лично это неприемлемо, девочки. Вот честное слово. Так, а цвет, конечно, красивый. И вот тут такой цвет красивый. И этот тоже очень красивый цвет, шикарный. И качество шикарное, и все. Но сидим и думаем, ну, неужели нельзя было там наценить 500 рублей и сделать пододевалку какую-то. Мне кажется, если бы пододевалка была цвет-цвет, и вот как бы тоже с таким вырезом, было бы, конечно, куда лучше. Потому что эту я уже полностью расслабила, и все равно она бывает, что выглядывает, да, при ходьбе, там еще что-то она начинает выглядывать. Потому что, ну, она не подходит к этому фасону, да. И вот тут еще у нас глубокий вырез на спине, как вы видите. И такие вот завязочки. В принципе, сделано классно и здорово. Вот, ну, никаких нареканий нет. Ну, просто, ну, нельзя так с тетушками, сорокалетними. Нельзя. Ну, не по возрасту это вообще нисколько. Так, значит, у меня 533, 984, 52 размер, 100% полиэстер. Ну, понятно, что не натуральная ткань, потому что это кружево. Вот, вот, вот. Далее у нас с вами пошла такая вот блузка, с которой я не нашла, что носить. Уж чересчур она просвечивает, да. Я думаю, вы это поняли. Но на самом деле у нее прям двойное такое вот какое-то кружево. Хотя слой один, но такое ощущение, что ткань двойная. Вот. Тоже понравилось. Цвет свежий, легкий, приятный. Но не очень приятно ходить голышом по улице. Уже я не в том возрасте. Значит, тут было прошито вот с этой стороны. А тут немножечко оторвалась вот эта штучка. Вот. Но это все равно разрезать перед ноской, разрезать, обрезать. Поэтому это не столь суть важно. Завязочки тут такие же идут. Прикольные, да. Вот с такими же штучками, да. Чтобы все клево сочеталось. В общем, мне очень-очень понравилось. Так, у мамы. У мамы еще и брюки Фаберлик. Так, сейчас будем смотреть сначала блузку. Значит, мама, повертись. Блузка с коротким боковом для женщины. А, слушай, тут разрезы есть, да. Тут, кстати, еще разрезы зашиты. Вот на маме увидела. Тут нужно распороть. Но мы распарывать не будем. Вот. У тебя тоже ведь... А, у тебя распоролся, да, разрезы? Ну, они такие вот небольшие. Мам, встань боком на камеру. Вот они такие вот небольшие разрезики. Да, вот такие вот аккуратненькие, да. И вот, если вот что у меня, что у мамы проблема, да, большая грудь, то оно поднимается вверх. А сзади остается много свободного места. То есть под грудь места нет, да, грудаским девушкам. То есть мы вроде бы спустим, вроде бы все нормально, ничего не пузырить. Но оно обратно начинает таким образом вот подниматься. То есть вещи начинают обратно садиться. И тут опять вот сборная всего-всего побольше. Вот это тоже как бы нехорошо, потому что вот, если грудь большая, обратите внимание на то, что может перекос быть. Вот. Значит, у мамы 533-976. Ну, вообще, качество я не могу. Мне очень понравилось в этот раз. Но есть вещи для нас вообще не в попад просто. Размер 52-й. Цвет коричневый. И тоже 150-процентный полиэстер. Бруска с коротким рукавом для женщин. Ну, симпатичная штукенция, как говорится. Симпатичные цвета, очень красивые. И дальше на маме брюки для женщины. Артикул 533-832. Цвет горчичный. Размер 52. Состав 100-процентный хлопок. Вот. Я не знаю. Мама говорит, я не знаю. Мне не понравилось. А мама думает. Вот дайте нам совет. Чего тут надумывать. Кстати, карманы тут все настоящие. Они такие идут плотные, теплые, вельветовые. Ну, это больше похоже на пилоты. Но из-за того, что мы с ней размером 162, ростом вернее 162, они длиннее, чем нужно. Да, то есть они длиннее, чем нужно. То есть не по фигуре сидят из-за того, что получается, если бы мы были повыше, они тоже были бы повыше и как-то смотрелись бы лучше. Ну, вот как-то так. Далее, значит, получаются кюлоты. Не знаю. Кюлоты мне действительно не идут, не подходят. Но вот эта микровельветовая ткань, это, конечно, круто. Такие бы... Такие бы джинсы. Было бы суперски. Они выполнены... Тут такая блестящая пуговица. Можно даже в зеркало посмотреться, прям отсвечивая. Да, видите как. Так, железный замочек. Внутри тоже все хорошо прошито. Карманы, как у обычных джинсов, глубокие. Да, то есть все замечательно. Вроде бы... Вроде бы... Ну, в общем, и карманы тут сзади тоже такие же. Тоже все супер. Тоже все классно. Тянутся ли они. Ну, вот знаете, наискоз да. Вот так нет. А наискоз да. Немножко тянутся. Дальше блузочка, в которой была мама. Тоже все отлично, замечательно, великолепно. Но просвечивает. Нужно что-то пододевать под нее. Вот. Следующая блузочка точно-точно такая же. Поэтому не буду на ней особо заострять внимание. Просто разные цвета. Так, ну и на мне еще одна предыдущая... Как и две предыдущие модельки, только темно-синяя. Ну, хороши. Хороши, конечно. Супер. Мне очень нравится. Единственное, жаль... У меня, кстати, есть темно-синяя пододевалка, но я не стала ее сейчас надевать. А в принципе, она сюда впишется. Очень интересно. Очень здорово. Да? Очень-очень классно. Прямо все отлично, великолепно. Единственное, что... Ну, как бы хотелось бы целиком эту вещь вот купила и носить, а не искать, с чем надеть, что пододеть, чтобы прелести все свои наружу не показывать. Да, артикул 533968. Цвет темно-синий, размер 52, стопроцентный полиэстер. Великолепная вещица. Вот кто говорил, что мне идут пилоты, вы были неправы, я со стопроцентом. Угу. Не, они мне реально не идут вообще. Вы посмотрите. Я в них не знаю, как кто. Му-му-му осталось сказать. Я не могу, мне очень нехорошо. Значит, вот есть люди, которым идут, а есть люди, которым, ну, никак. Вот этот человек я. Мне и пилоты не идут. Поэтому полюбуйтесь и убедитесь. Да. Значит, грюки для женщины, кстати, вельветовые, мягкие. Пошив очень качественный. Все супер. Тем, кому идут, ну, прям рекомендую. Действительно, стоящее качество, хорошее. В них не холодно, не жарко. Но потеплее, чем обычные джинсы. Да, обычные джинсы. Немножко, конечно, потеплее, потому что все-таки это такой микровельветик. Так, значит, состав стопроцентных лопок у них. Артикул 533-822. Да, цвет белый, размер 52. Брюки для женщины. Вот, дальше, значит, на мне блузка. Блузка понравилась. Блузка суперская. Получается, с коротким рукавом для женщины. Артикул 533-773. Цвет белый, размер 52. Состав стопроцентных лопок. Блузка супер-класс. Вот эти все пуговки. Все, ну, это я вам покажу. Блузка супер-класс. Далее, кюлоты, которые были на мне. Вот вопрос такой, как они будут стираться. Вот, и вы знаете, вот тут что-то вот торчит ниточка какая-то. Я не знаю, видно, не видно. Но на самом деле, мне очень они понравились. Ну, вот, вы знаете, проще было бы, конечно, их вот заузить для меня и носить, как джинсы три четверти нога, да. Вот как бывает рукав три четверти, так и джинсы три четверти. А вот такие вот кюлотищи мне, конечно, нет. Они мне не подходят и вообще не по моей фигуре. Да, блузка. Блузка мне понравилась. С удовольствием буду ее носить. Вот что еще понравилось. Тут вот ряд пуговок. Значит, таких вот черненьких, маленьких, аккуратненьких. Можно расстегнуть, можно застегнуть целиком. Тоже будет очень красиво. Тут, видите, немножечко покатый такой шов и маленький-маленький рукавчик. Тоже все отлично, великолепно. И вот маленькие разрезы по бокам есть. Кому не нравится, можно зашить, но я считаю, что с разрезами лучше. Никаких рисунков, ничего нету, кроме полосочек, да. То есть на платье была там какая-то эмблемка, а тут эмблемки нет. Вот, далее мамуля, мамуля. Да, у мамы такие же брюки, как и вот у нас был розовый и коричневый, только они теперь фисташковые брюки. И тут, значит, цвет фисташковый, размер 52, 100% вискоза, артикул 534-172. Тоже такие классные, струящиеся, длина хорошая, тоже вот такие же карманы. Тут резиночка идет, да, вот эта вот легкая, приятная. В общем, все хорошо, все замечательно. И получается, далее блузка с коротким рукавом для женщины, артикул 533-789, цвет фисташковый, размер 52, состав 100% хлопок. Тоже такая, вот одинаковая ткань, да, только разная покраска. Но вот если маме идет зеленый, то он ей идет всегда и во всех оттенках. Вот сколько раз я замечала, вот хорошо и все, вот прям супер такой комплект. Прям вот пойдет по улице, сразу будет внимание привлекать, потому что ей идет, потому что сразу, если человек уйдет, то это сразу со вкусом, это сразу красиво. Далее брюки. Маме очень понравились брюки в сочетании вот с этой зеленой блузкой. Брюки точно такие же, как розовые, рыженькие такие, да, то есть такое же струящиеся качество, такие же кармашки тут, все великолепно, да, карманы довольно таки глубокие, хорошие, удобные, да, низ изделия выполнен прямо. Блузка. Вот что удивило в блузке, вот знаете, очень, конечно же, приятный такой фисташковый оттенок, реально приятный. Значит, это низ изделия, тут тоже, как вы видите, есть разрезики. И также тут вот, да, особенность вещи, ряд пуговок, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть пуговок таких вот мелких и расстояние между ними очень-очень маленькое. Итак, сейчас на мне блузка с коротким рукавом для женщины, артикул 533781, цвет черный, состав 100% хлопок. Значит, тут пуговки только идут сверху, далее пуговка не идет. И то же самое вот у меня идут разрезики по бокам, и спинку дует из-за того, что вот, наверное, ну, вообще-то под грудь тут много места, я не знаю, почему немножко дует спинку. Ну, в принципе, красиво. Вот, артикул 533781. Так, дальше, дальше. Еще одна вот такая вот темная-темная блузка. Не хочется мне столько темного, понимаете, вот в гардероб. Я не люблю очень темные вещи, но вот эта блузка меня, конечно, покорила. Я понимаю, что я ее могу носить летом в жару с шортами, и будет и стильненько смотреться, и классненько, и можно же светлые шорты надеть, да, светлую сумку надеть. Да я и блондинка, поэтому мне кажется, что мне будет хорошо. Прям хочется носить такую блузочку, такую вещь. Вот. Далее, мамуля. На мамуле рубашка с коротким рукавом для мужчины. Маме понравилась вот эта вот рубашка. Она хочет ее носить с джинсами, но не с этими, а с обычными синими джинсами. Но это мужская рубашка, цвет темно-синий, размер 52, состав 100% хлопок. То есть это мужская, но смотрится на ней, в принципе, отлично и великолепно. Ей понравилось и платье с якорями, и вот эта вот рубашка с якорями ей понравилась. В принципе, здорово, да, 534, 289. Девчонки, кому такое нравится, пожалуйста, посмотрите. С джинсами действительно, правда, будет смотреться хорошо. Да, подогнуть даже можно завязать с джинсами, и можно расстегнуть и в какую-то пододевалочку, типа маечки надеть, тоже будет шикарно смотреться, да. То есть, ну, как хочется. И далее на маме получаются вот эти вот кюлоты, брюки для женщины. Артикул 533, 840, цвет лавандовый, размер 52, 100% хлопок. Ну, уж очень красивый цвет, но какой-то он не мамин, да. Пыльная лаванда, я бы его так назвала. Какая-то пыльная, пыльная, темная лаванда. А тут, ну, вот, не до конца у нас застегнулась, но я думаю, ничего страшного. Вот, точно-точно такие же белые, вот предыдущие, которые я примеряла, и решила вам доказать, что мне кюлоты не идут, только лавандовые. Так, это точно-точно такие же кюлоты, как и белые, только вот такой вот классный цвет. Цвет. Цвет действительно бомба, очень приятный, модный в наше время. И мне они безумно-безумно понравились. Та-да! Да, появилась Катюшка. Ей тоже это понравилась вещь. Давайте начнем с бабушки. Значит, на бабушке трикотажный джемпер с коротким рукавом для женщины. Артикул 534, 212, цвет синий, размер 52, состав 77 полиэстер, 23 вискоза. Ну, до чего лягкие, мягкие, классные, приятные, ну, вообще слов нету, какие хорошенькие. Значит, шорты для женщины, получается, артикул 534, 188, цвет синий, размер 52, состав 77 полиэстер, 23 вискоза. Реально классные, прямо легкие, мягкие такие. Мы еще думали, они будут просвечивать, они не просвечивают. В них почему-то очень хорошо прямо, несмотря на состав, дышит кожа, и они прям кайфовые очень. Ну, и все знают мою Катюшу, она обожает оверсайз, и поэтому 52 размер она у меня сразу забрала. Итак, на Кате трикотажный джемпер с коротким рукавом для женщины. Артикул 534, 201, цвет лавандовый, размер 52, состав 77 полиэстер, 23 вискоза. Ну, смотрите, не буду повторяться с составом, потому что брюки идентичны предыдущим. У них, знаете, тут какая-то двойная прослоечка или что, я не пойму. Ну, в общем, классные, они реально классные. Тут идет завязочка, получается, завязочка. И тут тоже завязочка, которую можно снимать, она идет на обычных петельках. Итак, значит, артикул 534, 180, в 52 размере, у шорты они смотрятся, знаете, ребят, как юбка. Вот реально, как юбка прикольная, только юбка с карманом, можно так сказать. Но карманчик тут маленький, вот, например, мой телефон, он точно выпадет. Вот даже если посмотреть, ну-ка, Катя, давай проверим на твоем. Нет, ну, телефон как бы... Нет, вот так вот складываешь, вот так. А, ну да, но все равно сядешь и выпадет, да, то есть, ну, удобно, если что-то мало рисунуть, все равно есть. Вот, дальше, значит, дальше, дальше. Дальше я, дальше я... Все, Катерина, носи с удовольствием, с вопросом. Я, поспокинала. Дальше я, у меня фисташка. Вот, честно вам скажу, когда я начала рассматривать вот эту новую коллекцию, которая ко мне пришла, первым делом я, посмотрев на эти шорты, сказала, ни за что. Но когда я надела, я поменяла свое мнение, потому что нормально, дома в них очень комфортно, очень уютно. Можно хоть по-турецки сесть, да, вот как хочется, как удобно можно в них сидеть. Они шикарные, поэтому я оставила. Значит, трикотажный джемпер 534-220 получается, и трикотажный... Так, погодите, фисташковый, лавандовый, так, светло-фисташковый, а вот их. А брюки, брюки идут 534-196, не брюки, а шорты, прошу прощения. Вот хочется показать на себе подробнее, да, то есть вот тут можно затягивать сколько хочется, но они у меня и без затяжки хорошо, в принципе, сидят, да, вот такая вот ткань, чтобы вам было более-менее понятно, да, то есть они невероятно удобные. Их не хочется снимать, вот понимаете, надел и уже не хочется снимать. По идее вещи же стирают. Вот этот поясок, его можно снять, как бы убрать и ходить просто так, если хочется, да. Можно заказать один верх, они отдельно заказываются, что верх, что низ, отдельно заказываются. Ну, кому низ не понравился, верх уж точно заказывайте. Это просто кайфовая штука. И верх не похож на домашнюю одежду, в нем даже можно в магазин сходить вполне нормально, да, вечером. Сверху кардиганчик надеть и пошел. Ну, кардиганчик, не кардиганчик, даже самостоятельная вещь нормально будет, да. Ну и с кардиганом тоже неплохо. Да, вот тут вот, как вы видите, волна, вот эта вот волна, то есть непрямой, да. То есть на попе он получается подлиннее, чем спереди. Да, конечно, это не супер изысканно, да, но до такой степени удобно, что прям, ой, ну кайф, кайф, кайф. Ну что, мои дорогие, мы закончили свой обзор, с вами была конного Анна Шишкина Людмиловна. Да, конного Ироида, которая убежала водиться с племянницей. Мы чуть-чуть не вошли, у нас няня до 8 вечера работает, и мы чуть-чуть не вошли в тайминг, вот. Но рады были, она тоже была рада, да. Она вообще, Ироида наша, обожает, просто обожает, когда приходят новинки, и она, у неё немножко другой вкус со мной. И она себе вечно оставляет то, что мне не понравилось. А мне нравится вечно то, что ей не понравилось. Поэтому у нас такие вот разные. Да, поэтому у нас прям дружба куколка. Далее, мы все три костюма такие вот оставили домашние. Это просто безумно классно. Это очень-очень приятная ткань. Она до такой степени приятная, что у меня прямо нет слов. Такое ощущение, что она двойная, потому что тут рельеф, а тут уже гладко. Такое чувство, что две тонких ткани склеили каким-то образом, да. И штаны, вот вы знаете, как юбка, но можно посидеть по-турецки. Вот они реально до такой степени широкие, эти штанищи, да. Вот, и с одной стороны мне показалось, что смешно, и что я такое не буду носить. Но когда я их примерила, это просто супер-класс. Это просто супер-класс. Прямо до такой степени оно мягкое, удобное, что вот кофточку, если кому-то такие шорты не нравятся, я даже не ожидала от себя, что мне такое понравится, да, то кофточку прям заказывайте себе. Она безумно легкая, классная, и дома в ней будет хорошо ходить, да и на улицу тоже. И мне еще показалось, что оно будет просвечивать. Нет, оно абсолютно не просвечивает, нисколечки, ни капельки. Вообще супер, да, рукавчики тут тоже, вот видите, пришиты и закреплены. Раз, два, три, четыре. Да, в четырех местах рукавчики закреплены. Мне кажется, она и после стирки будет сохнуть очень быстро, прям мгновенно. В общем, свежая такая вот ткань. Лавандовый, который примеряла дочка, она уже унесла домой. Дочка, да, дочка у меня унесла домой. Вот, и осталась только мамина кофта. Ну, вязка, просто бомбезная. Ну, и она свободно сидит и еще растягивается. И растягивается очень сильно, но встает на место. То есть ткань упругая, не будет там никаких некрасивых провисаний, например. Ну, и с вами сейчас Кононов Антон, который все это время нас снимал. И на нем рубашка с коротким рукавом для мужчины. Артикул 534-303. Цвет хаки, размер 52, состав 100% хлопок. Мне нравится, как она на нем сидит. Я считаю, что это размер в размер. Антон, что скажешь? Ну, хорошо, она нигде не давит. Она еще немного, чуть-чуть вообще тянется. То есть незаметно, но тянется. Но, в принципе, да, по размеру вроде бы как бы впритык. Обычно, когда обычные рубашки покупаешь, когда они впритык, они где-то жмут. Здесь же из-за того, что есть небольшая эластичность, этого не чувствуется. То есть она, в принципе, меня практически облегающая, как можете посмотреть. Но вот чуть-чуть, вот сколько, сказать, вот, если лоптяк, то вот она, вот лоптяк. То есть она вообще совсем крепык. Но идеально себя ощущаю, потому что есть эластичность. Так, муж. Пошел у меня муж. Значит, смотрите, рубашка, она наискос немножко тянется. И это довольно таки приятно. Вот, ткань один раз погладили, она как хлопок будет мяться. Но, как даже сказать, в пределах нормы, как обычно это и, ух, как обычно это и бывает, происходит, да. Нагрузила все, все западало. Вот, понравилась рубашка, да, то есть обычная классическая рубашка. Ничего прям такого суперского нет. Она прямая, разрезов по бокам нету, внизу изделия. Да, вот изнаночная сторона, вот лицевая сторона. В общем-то, все отлично, великолепно, качественно. Мы ее хотели вернуть, но муж ее оставил после примерки. Хотя он сказал, фу, мне цвет такой не нравится, но почему-то понравился. Вот, не знаю, почему 52 размер. Это я ошиблась, но ему подошло. Видели бы вы, как он сейчас за кадром танцевал. А как съемку включила, сразу такой скромный поймальчик, да что вы говорите. Так, рубашка с коротким рукавом для мужчины. Артикул 534-296. Дайте мне, пожалуйста, совет. Я настаиваю на том, что эта рубаха ему не идет. У меня цвет не идет, я сам вижу эту. Да, мне кажется, что это свекру надо отдать. Мне кажется, ему вот хорошо. Ну, папка, да, коричневая, зеленая, коричневая. Вот он это любит такой. Размер 52. Странно. Оказывается, я не 54. Слушай, а почему 52 размер, стопроцентный хлопок. Не знаю. Странно. Ну, вот поэтому, и показалось, по сути, рубашка должна быть свободнее. А почему цвет бежевый? Разве это бежевый? Белый, бежевый. Да, сейчас перепроверили. Точно 52 размер, ребята. Слушай, а 54 тебе вообще велик, что ли, будет? А предыдущий был тоже 52. Так, Антон, я не поняла, ты в 52 входишь? Это тебе кажется, что я пополню. Я удивилась. Я реально удивилась. Он входит в 52 размер, ребята. Вообще, когда-то 58 в натяжку был. Ну, молодец. Вот эти вот коктейли Wellness, конечно, штука крутая. Кто их пьет на постоянной основе, тот реально видит результат. Я вижу результат, я вижу, что он не возвращается, как вы видите. Далее, вот эта рубашка. Сейчас я ее предложу свекру. Мужу она не понравилась из-за расцветки. А мне вот нравится эта расцветка. Поэтому я предложу свекру. Если свекру захочет ее носить, то буду рада порадовать и подарить такую красоту. Ну, и последняя рубашка, которую свекровь захотела себе взять. Она ей очень понравилась. Но мы смотрим и говорим, мам, ну что ты не то? Ну, на тебе как-то не так. Она говорит, нет, мне нравится, я буду носить. Она клевая. Ну, и что вы представляете? Она оказалась мужской. Мы потом уже в аннотации прочитали. Поэтому, да, это краска, да, то есть ткань прокрашена. Это не рисунок сверху, да, у нас были предыдущие модели. Какой-то там рисунок, сверху еще что-то. И на Антоне, и на свекрови она классно смотрелась. Ребят, ну вот еще одна кофта 52-го размера на Антоне. Я не могу сказать, что она супер в обтяжку. Это кофта, которую примеряла Антохина мама, моя свекровь, Фераида Геннадьевна. Ну, прям очень интересно, но круто. Смотрите, все нормально. Как бы смотрится хорошо. Можно даже Антохи оставлять, да, летом самое то с джинсами носить. Очень удобно и не жарко, и стильно, и прикольно вот эти якоречки. Ну, классненько так. Ну, все, дорогие мои, теперь точно всем пока-пока-пока. До встречи с вами в новых видео.